Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу по-быстрому вам показать, как я делаю овсяное молоко. У меня очень любит его ребенок, это нереально полезно, очень вкусно. Я делаю такое слегка сладковатое, добавляю туда один секретный ингредиент и получается очень вкусное для детей. В общем, нам понадобится овсянка, пол-литра воды, 1-2 финика, можно не добавлять маленькая щепоточка соли и совсем капелюшечка ванили, просто для запаха вкусного. Так мой ребенок обожает. Это действительно очень полезно, это и холестерин понижает, это для желудка очень полезно, очень много разных микроэлементов, полезно и для волос, и для похудения, и для всего на свете. В общем, Википедия вам в помощь. Ставим это все добро перебиваться в блендере минуток на 3, затем выключаем, даем постоять хороших полчасика и затем еще на 3 минуты включаем. Получается вот такого вот кремового цвета, красивое ароматное молоко, которое нужно процедить для того, чтобы оно поприятнее пилось и все-таки было похоже на молоко, а не на кашу. Я сразу буду процеживать через плотную ткань, можно допустим первый раз процедить через мелкое сито, а затем через марлю, но я с этим не играюсь, я сразу беру плотную ткань и зажимаю ее и просто как выдавливаю, выжимаю оттуда. Это занимает, конечно, у меня хороших минут 5-7, потому что плотная ткань плохо пропускает там всякие мелкие частички, но зато молочко абсолютно однородное, нету никаких крупичек, ничего. Вот такая вот кремовая красота получается. Ребенок очень любит. Вот такой вот жмых, уже практически сухой, в него вообще можно добавить какой-нибудь протеинного коктейля и сделать тоненькие протеиновые печеньки, вообще бесподобная вещь, никаких отходов. Либо просто выбрасываем. И получается очень полезное, мега полезное и красивое и вкусное молоко. Обязательно попробуйте овсяное молоко и живите вкусно, живите здорово. А с вами как всегда был Кекс, до новых встреч, пока-пока.